2021. Практически все, без исключения застройщики, называют самым удачным за последние годы для строительной сферы. После кризиса 2014-го потребовалось 7 лет на то, чтобы отрасль пришла в себя и показала результаты. Это и в целом по России и в нашем регионе в том числе. В прошлом году, и мне приятно об этом говорить, наши строители сделали рекорд по вводу жилья. Больше, чем когда-либо в со-российской истории с 91-го года. 988 тысяч квадратных метров жилья. Наверное, мы такие показатели в этом году сохранить не сможем. И причин тому немало. Одна из основных – взрыв ключевой ставки. Он напугал и бизнес, и банки, и население, которое до сих пор занимает выжидательную позицию. Люди не торопятся вкладываться. Мало кто готов платить ежемесячный ипотечный кредит в размере 30-35 тысяч рублей. Самая главная проблема у застройщиков, потому что впереди всего продажи. Хорошие продажи – это и хороший ввод, это и все остальное. Это ипотека и так далее. На сегодняшний момент в целом в России продажи просили на 30-40%. Это сегодняшняя тематика по сравнению с среднеизвешенным уровнем продаж в 2021 году. Это надо восстановить, показатели надо вернуть в тот уровень, в котором он был. По словам московского гостя, восстановиться поможет ипотека. Сейчас она становится доступнее. К тому же, по его словам, доходы граждан, если и снизились, то незначительно. Между тем, далеко не все разделяют оптимизм москвичей. Это ситуация, когда сегодня банки дважды получают прибыль, а застройщики сегодня в ситуации находятся, когда они не могут, вы сами приводили сегодня пример, не снизить цену, чтобы увеличить количество продаж, тем самым как-то свою ситуацию поправить. Поэтому вот эта ситуация, ее надо решать на уровне Российской Федерации. Если мы не решим, то мы придем к кризису, еще раз говорю, мы потеряем застройство. Останутся у нас единицы, а с рынка уйдут застройщики. Как известно, Центробанк и президент России против досрочного раскрытия скроу-счетов. Москвичи считают, что неким выходом для застройщиков могли бы стать бридж-кредиты, правда, со ставкой не более 1 или 2%. Напомним, сейчас такой кредит выдается на короткий срок, правда, под повышенный процент, чтобы тем же застройщикам сдвинуться с мертвой точки и решить финансовые проблемы. В этом случае банк разделяет риски застройщикам. А что касается ближайших перспектив, то строить в нашем регионе, конечно, будут. Но вернуться к темпам прошлого года пока не получится. Сколько домов вы собираетесь заложить в 2022-2023 годах? И больше это или меньше, чем было, скажем, в предыдущие годы? Ну, приблизительно у нас в строительстве порядка 15 домов, но в пределах 8-10 домов мы будем постоянно вести. То есть, ну, снижение на 30% будет. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.